Это что-то и не за так было. Коллеги, всем привет! Как меня слышно, скажите? Видно тоже. Видно ли? Видно, слышно? Отлично! Ну, давайте, сегодняшний вебинар у нас такой на тему лидерства, лидерства в Reflame. Запись я включила, запись обязательно будет. Начинаем. Так, давайте начнем с того, какая у нас сегодня цель. Цель вебинара. Какие качества и привычки присущи лидеру, партнеру команды Экспресс Карьера, в которой мы с вами находимся. Также нужно оценить собственное лидерство и ответственность и требования к себе, как к лидеру, и отношения к делу. Смотрите, мы все пришли в проект, будучи новичками, и каждый путь проходит свой путь. То есть, кто-то может двигаться медленно, кто-то быстро, подобно вот такому средству, либо же вот такому. То есть, какой путь будет у вас, здесь уже зависит только от вас, не от каких-то внешних факторов, а только от вас. Секрет достижения успеха – это сделать свою цель Эверестом. Вот на таком примере сейчас мы посмотрим, как это перекликается с нашей работой. Есть пять причин, почему зайти на Эверест проще, чем достичь своих целей в жизни. Не только в нашей работе, но и вообще, в принципе, в жизни. Смотрите, если ваша цель Эверест, то ее видно, да? То есть, есть гора огромная, вы ее видите, и вы знаете, что вы к ней идете. В жизни не всегда понятно, что приближает к вас цели, а что не приближает, что, наоборот, отдаляет. Почему так происходит? Потому что вы не видите своей цели. Идете в непонятном направлении, да, так скажем. И если касаться, точнее, рассматривать цель в виде Эвереста, то как только мы начинаем двигаться к ее вершине, мы не можем отложить цель на потом. Все по той же причине, потому что мы ее видим, и потому что мы поставили себе такую цель. Но в жизни все намного, немного по-другому, да? В жизни есть завтра, есть потом, есть не сейчас. Вот такая картинка. Я сделаю все идеально, но завтра. Покоряю Эверест, у нас есть партнеры. И все мы, партнеры, связаны с вами в одной упряжке. У нас есть одна, единая цель, к которой мы все движемся. И когда мы поднимаемся на Эверест, нас мало что отвлекает, отвлекает на нашем пути. Давайте рассмотрим, вот такая есть инструкция. Приготовила для вас инструкции по безопасности при восхождении. Никогда не останавливайтесь на пути, если вы видите какую-то преграду, гнилые поваленные деревья. То есть их нужно перешагивать, нельзя наступать. И у нас еще есть такая веселая картинка, я ее сюда не стала включать, про лошадь, которая сдохла, да? Ну, я думаю, все ее знают. Поэтому, пойдем дальше. Следующая инструкция. Двигаться по крутым склонам. Двигайся по крутым склонам. Используй страховку. Связки должны быть состоять из трех-пяти человек. То есть у вас в команде должно быть 3-5 человек, на которых вы можете положиться, да? То есть ваши люди, ваши ключики. И обязательно двигайтесь на расстоянии друг от друга, чтобы упавший не сбил вас с ног. То есть есть такие люди, которые катываются назад, бросают там свое тело. Вот, чтобы вас это не зацепило, как бы держитесь на расстоянии от такого явления, скажем. Важный аксессуар в горах – это солнцезащитные очки с высокой степенью защиты. Есть такой замечательный эксперимент Ричарда Вайсмана. Это формула удачи. То есть, в чем она заключается? Нужно увидеть возможности перед собой. Обязательно ваше внимание к окружающему должно быть таким. Чтобы вы видели как можно больше положительного. Развивайте обязательно интуицию. У каждого она есть, она работает, это уже проверено. И она очень помогает. В том же плане, когда вы, допустим, общаетесь с новичком, точнее с кандидатом, вы уже можете по мере вашего опыта, развития интуиции, понимать, какой перед вами человек, стоит ли с ним дальше продолжать работать, либо, так скажем, его отпустить. Умейте радоваться жизни, мыслите положительно. Выбирайте, конечно же, позитив, близкивая каждую минуту то, что вам нравится. Есть такой анекдот. Три девушки стоят перед зеркалом. Одна стройная, высокая, но недовольная жизнью. Вторая невысокого роста, но тоже чем-то недовольная. И третья девушка такая с пышными формами, но она говорит, что я самая лучшая, самая красивая. И, как вы думаете, какой из девушек обеспечен успех вообще в жизни и в общении с противоположным полом? Конечно же, третий. Нужно бороться с боязнью высоты. То есть, когда вы идете к своей цели, разбираясь на ту гору, которая перед вами постоянно, нужно побаровать ваши страхи, ваши тараканы. И как же забраться на эту гору, дальше мы с вами подробненько будем разбирать. Что же здесь важно? Восхождение. Это способность к изменениям обучения. Обязательно, не забываем, что в нашей работе обязательно нужно обучаться. Масштаб изменения зависит от масштаба лидера. То есть, если вы не будете обучаться, развиваться, то ваш путь, он будет тяжелым, да, достаточно. В том, как без развития личностного вам очень долго придется идти к своей цели, если она у вас, конечно, есть. То есть, главное здесь, в большей степени является, это победа над собой. То есть, нужно побороть вот такие привычки, как слабость, лень, страх. Постоянно над этим нужно работать. И тогда вы обязательно придарейте все эти препятствия на своем пути. То есть, вся наша жизнь, она в развитии, в движении. И у нас есть две цели обучения. Стать совершенней и учиться, чтобы обучать других. То есть, без, ну, как я уже сказала, без обучения мы не сможем двигаться дальше. То есть, в нашей работе вообще очень важно обучение, потому как мы работаем в интернете, у нас постоянно меняются способы работы, какие-то новые методы появляются. И поэтому здесь нужно постоянно обучаться. Ну, и если мы не будем обучаться, то мы, собственно, и не сможем обучать своих партнеров, своих новичков. И хочется отметить, что результат всегда дается тогда, когда вы что-то отдаете. То есть, если вы только берете, вряд ли вы достигнете какого-то результата. Вам нужно обучаться для того, чтобы отдавать ваши знания вашим партнерам, вашим новичкам. Ну, и, конечно, преданность делу, никогда не сдаваться, она тоже играет огромную роль в нашей работе. Знаем мы такого теперь уже не только владельца системы бизнеса, но и президента. И так вот он сказал, быть мудрым означает уметь различать один период от другого и понимать, какое время пришло и как себя нужно вести сейчас. То есть, об этом я уже сказала. То есть, наши методы работы, они изменились. Ну, не наши, а вообще, в принципе, системы работы Reflame. То есть, раньше очень много, ну, не было интернета, да, все понимаем, что работали люди оффлайн, приглашали на различные встречи, проводили мастер-классы. Но сейчас у нас появился такой отличный инструмент, как интернет. И мы можем сейчас не собирать людей, ну, я имею в виду, вживую, а собирать их через интернет, огромные аудитории, и обучать их непосредственно здесь. Есть еще вот такие стадии восприятия, повторяющиеся информации. То есть, это касается во время обучения, да, когда мы обучаемся. Каждый новичок проходил все эти стадии, и вот перечислили их. Первая стадия – здорово, классно, ух ты, это когда мы пришли, только что-то новое, интересное узнали. Нам все нравится. Дальше. Я где-то уже это слышала. Сколько можно об одном и том же. Я все поняла, я это сделаю. И как они не могут это понять, это же все просто. Сколько раз можно это говорить. Вот посмотрите и скажите, какую стадию проходили вы. Может быть, вы уже приближаетесь к последнему пункту. И подумайте. Ну, на самом деле, я думаю, что все проходили, все наши высшестоящие лидеры, все проходили. Возможно, проходили. Не могу утверждать, но, скорее всего, да. Эти стадии. И так что, если вы сейчас на какой-то из них находитесь, знайте, что дальше будет следующая ступенька. И если вы будете также преданы своему делу, то вы пройдете все эти стадии. И помним, что помогает стать лидером. Смотрите. Всего 5% людей стали лидерами в результате какого-то кризиса. 10% – это люди харизматичные. И все остальные, большая часть людей, которые относятся к лидерам, они сделали себя, воспитали себя сами. Это все остальные. Быть лидером – значит управлять собой. Лидеры, как мы все знаем, лидерами не рождаются, ими становятся. Не рождаются и не делаются кем-либо. То есть каждый делает себя сам. Ну, конечно же, это в первую очередь ежедневная работа над собой. Есть такой замечательный, кстати, эксперимент. Возьмите, ну не сейчас, а потом можете записать себе, где-то пометить, чтобы не забыть. Возьмите ручку и напишите свое имя 5 раз. Но только не той рукой, которую вы обычно пишите, а другой рукой. Кто-то пишет левой, кто-то пишет правой или наоборот. И посмотрите, что с каждым разом. То есть сначала у вас будет не получаться, а потом все лучше и лучше будет становиться ваш почерк. то есть делайте много раз какие-то действия, создавайте новые способности для себя, для достижения своих целей. Для нас есть такая правильная установка. Арифлейм – это мой частный бизнес. Одно из самых полезных качеств человека – это мотивировать и вдохновлять себя самостоятельно. то есть с самого начала, когда вы только пришли, нужно понимать, что это ваш бизнес, что вы пришли сюда не на наемную работу. И очень важно брать с самых первых дней ответственность уже в свои руки, не перекладывать на спонсора и тем более не на новичков. Так же у нас есть две лестницы успеха. Одна лестница – это наша любимая лестница успеха Арифлейм с многочисленными возможностями, с огромными, так скажем. И вторая – это лестница личностного роста. И вот здесь очень важно достичь баланса, потому как я уже говорила, без личностного роста вряд ли будет рост по карьерной лестнице. Здесь это очень взаимосвязано. И смотрите, какие есть стадии развития лидера. То есть, когда вы новичок, когда вы только пришли, допустим, находитесь на уровне 3% уже, вы являетесь лидером для себя. То есть, вы совершили маленькую победу, вы покорили первую ступеньку. Здесь вы являетесь лидером для себя. Далее, когда вы уже идете дальше, на уровне 6-9%, вы являетесь уже лидером для других, потому как у вас уже есть новички, они смотрят на вас, соответственно, вы являетесь для них лидером. И вы должны себя вести соответствующе. Следующая ступенька – это лидер для команды. Это менеджер. То есть, начиная с 9% вы менеджер. И до уровня директора вы являетесь лидером для команды. То есть, это уже не 1-2 человека. Даже если 1-2 человека – это тоже команда. Но, тем не менее, когда вы уже подбираетесь к званию директора, у вас уже достаточно большая организация, и вы являетесь для этих всех людей лидером. Ну и, конечно, дальше уже идет лидер для организации, когда вы уже директор. Дальше – лидер для лидеров, директор, золотой директор и так далее. И лидер сети – это уже топ-менеджеры. Топ-лидеры. Топ-менеджеров у нас нет. Топ-менеджеры есть в обычных организациях, как «Газпром» и так далее. У нас здесь топ-лидеры. Ну, что, собственно, одно и то же. Только мы здесь работаем за более-более-более-более лучшее вознаграждение. Ну, как я уже говорила, уровень дохода редко превышает уровень развития личности. И темпы и объемы роста вашего бизнеса совпадают с темпами и объемами роста вас как личности. И чем гармоничнее и масштабнее ваша личность, тем гармоничнее и масштабнее будет ваш бизнес и ваша жизнь. Наша суть отражается в наших действиях. Отсюда совершенство есть не в действиях, а привычка. Это такое известное высказывание Аристотеля. Ну, что такое привычка? Все мы знаем, что вся наша жизнь, она состоит из привычек. Это важные факторы в нашей жизни. Это устойчивые, часто неосознанные шаблоны поведения. То есть, постоянно день за днем отражающие наш характер и рождающие нашу эффективность или неэффективность. То есть, есть эффективные привычки, есть неэффективные. Вот такая шпаргалочка для вас из неэффективных привычек. То есть, откладывание на потом. То есть, завтра – это вчерашнее сегодня. Завтра, как говорится, никогда не наступит. У нас есть только сегодня, только здесь и сейчас. То есть, если вы говорите, что я сделаю это завтра, то очень большая вероятность, что вы не сделаете это никогда. Отсутствие четкого представления конечной цели. Это очень важный пункт. Когда вы начинаете какое-либо дело, вам нужно представлять вообще конечную цель. То есть, для чего вы это делаете? Заниматься, в первую очередь, неважными и псевдосрочными делами. Это тоже неэффективно. Когда вы, допустим, себе прописываете план на день, у вас есть какие-то дела, и обязательно нужно представлять приоритеты. То есть, есть важные и неважные, менее важные, совсем не важные. То есть, лучше всего делать, начинать с выполнения этих всех задач, начинать с наиболее важных дел, и тогда, как говорится, съешь лягушку с утра, да, и все остальное дальше вам будет легко и просто. Не планировать свои дела, не думать и плыть по течению. Винить других в своих неудачах, и белых, предъявлять претензии в жизни, к жизни, к спонсору, к системе, да, здесь такого нет. Есть только ответственность ваша личная перед всем происходящим, абсолютно. Рассказывать о своих проблемах, о неприятностях, это тоже не есть черта лидера, так скажем, да, жалеть себя и вызывать у других жалость к себе. Ну, представьте, придет ко мне Таня, например, Кучерок, да, и будет что-то там жаловаться, и как я потом буду смотреть на нее. Конечно же, уже не как на лидера, да, здесь должно быть наоборот, человек должен быть всегда на позитиве и давать этим пример, да, для всех остальных. фокусироваться на плохом, неудачном и не замечать хорошего. Это тоже тянет нас вниз. Обсуждать, критиковать, оценивать и осуждать других, также неэффективная привычка, обижаться, не прощать, сравнивать себя с другими и как следствие страдать от этого. Подход в духе, если бы жить с оглядкой на общепринятые ценности, чужое мнение и так далее. И вот есть такой интересный, очень интересный слайд. Если при каждом отказе прыгать с окна, вы все знаете, сколько нам отказывают, и это абсолютно нормально, все здесь не будут. Должны быть люди, которые будут нас обслуживать и в магазинах, и мыть полы, и лечить, и учить, и так далее. Если при каждом отказе прыгать с окна, то всю жизнь можно провести в полете и так, собственно, ничего не достичь. Ну, другими словами, оказаться в пролете, да? Хочу дать вам такое небольшое задание, это для вас, чтобы вы определили для себя, что вы хотите. то есть, прям возьмите блокнот, тетрадь и запишите, что я хочу. Мои потребности, ценности, интересы, что я могу, то есть, мои способности. Посмотрите, какие вы способ... какими способностями вы обладаете для того, чтобы прийти к тому, что я хочу к первому пункту, да? И если каких-то способностей у вас нет, вы их обязательно развиваете. То есть, что я хочу в себе развивать, чему новому я хочу научиться в ближайшее время, в течение года, в перспективе долгосрочной, да? То есть, это не один пункт. Здесь могут подслужить вам подсказки, вот те привычки, которые неэффективные, то есть, их нужно стараться уменьшать. То есть, каков я, мой характер, мои привычки, да? Что мне мешает? Что я хочу улучшить в себе? У меня где-то был слайд еще с эффективными привычками, я почему-то его либо пролистнула, либо не включила. Ну, вообще, ладно. И, в общем, разработайте себе вот такой план создания новых эффективных привычек. Наверное, они... Нет, дальше их тоже нет. Победите в себе страх, и вас никто тогда в итоге не победит. то есть, когда приходят к вам какие-то новые партнеры, договаривайтесь сразу на берегу, объясняйте сразу суть бизнеса, то есть, чтобы человек сразу видел, чего вы хотите. то есть, и человек будет к вам относиться уже по-другому, он будет видеть, что вы серьезно настроены, что вы действительно здесь человек, который уже чего-то добился, многое знает, и просто ставьте сразу точки над И. Над И, чтобы не терять ни свое время, ни вводить в команду неэффективного партнера. Подытожим стадии лидера. Это лидер для себя, лидер для других и лидер для лидеров. Если брать в сравнение бриллиант, наше любимое звание, так скажем, драгоценный камень, нельзя полировать без трения, также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Я думаю, у каждого лидера, у каждого большого лидера, который сейчас уже находится на уровне золотой, бриллиантовый директор и так далее, никогда не было ничего гладко. было множество препятствий, они были у каждого свои, и у вас они также есть, но здесь добивается успеха только те люди, которые не бросают. То есть, те люди, которые видят цель, не видят препятствий, соответственно. что еще хочу добавить здесь, когда я пришла допустим в проект, я где-то на второй, на третий каталог поняла, что я увидела прежде всего возможности, которые здесь дает проект наш, такие возможности, которые не даст ни одна наемная работа, но я вся моя жизнь была связана с продажами. Я работала торговым представителем долгое время, мне как-то это можно сказать не поднадоело, там заработки хорошие были. Вообще самые большие заработки это в продажах. Если люди ищут работу в интернете, я не знаю какие доходы они хотят для себя, но на самом деле самые большие заработки они в продажах и не важно каким способом эта продажа достигается, либо ты берешь какой-то продукт и идешь продавать, как это делала я, ну в буквальном смысле там у нас была система логистики, доставки, но тем не менее я ходила по магазинам и предлагала продукцию непосредственно. Вот. Что я хотела сказать здесь я не хотела продавать, Потому что у меня маленький ребенок на руках, зачем мне это надо, да, я понимаю как это делается, то есть уже у меня есть опыт в продажах, я понимаю, что нужно ходить и куда я пойду с ребенком, да. Но когда я увидела возможность огромная, конечно же это меня перебороло, то есть гораздо важнее для меня, по крайней мере, получить эти возможности, нежели там организовать товарооборот 150 баллов бонуса, это, ну, скажем так, с 6 тысяч рублей, да. Если я организовывала товарооборот в месяц в районе миллиона, то что такое 6 тысяч рублей, это, ну, вообще капля в море. Поэтому я для себя поставила такую цель научиться делать этот товарооборот каким бы то ни было способом, то есть для себя, либо не для себя. И я понимала, что мне это не придется делать всю жизнь, да, что выйдя на уровень директора, я могу себе позволить приобретать продукцию только для себя, да, не создавая его со знакомыми, с незнакомыми, да. Но, тем не менее, сейчас уже я могу себе это позволить, но у меня и есть уже люди, которые знают меня, что знают, что я в Reflame, знают, что у меня можно всегда купить что-то с хорошими скидками. В общем, как-то так, то есть увидела для себя перспективу и просто решила действовать. Мы здесь с вами все не просто зарабатываем, мы создаем организацию лидеров. То есть нам не нужны люди, которые будут продавать, нам нужны лидеры и нужно определить, кто такой лидер, как находить лидеров и чему учить лидеров. Распознание человека как лидера, умение распознать, где находится человек, определить, куда он хочет идти, я имею в виду, где находится человек, на какой стадии лидерского развития, так скажем, да, либо он совсем не лидер и если он хочет здесь развиваться, то мы будем из него выращивать лидера. То есть определить, куда он хочет идти, да, хочет ли он с нами идти по пути, дать ему необходимые навыки и знания, чтобы он достиг своих целей. Когда человек, новичок, точнее, приходит к нам в команду, мы уже можем определить, хочет он продолжать с нами работать, либо ему это совершенно не надо. Как определить, да, даем мы посмотреть видео по сути работы, где у нас мы два видео в инструкции даем. Если человек говорит, я не хочу смотреть, или там за 10 минут посмотрел, да, ну, это уже говорит о том, что сомнительно, да, нужен ли он нам вообще этот человек. И если человек продвинулся дальше, смотрим, как он задает ли он вопросы, достает ли он своего спонсора, находится ли он в чатах, то есть человека должно быть видно. Это вот критерии такие, по которым можно распознать лидера. Главная задача лидера это воспитание новых лидеров. Есть такой замечательный метод добро, если присмотреться к нашей работе, то получается, что мы следуем этому методу, то есть мы делимся знаниями, мы ободряем людей, будем интерес, разделяем доверие и опекаем и помогаем, но хочу тут оговориться, опекаем и помогаем не в том смысле, что мы тянем каждого за уши, а помогаем, конечно же сильным. То есть поддержка растущего лидера. Создаем систему поддержки для всех, то есть у нас есть система работы, она для всех единая, но усиливаем систему поддержки того, кто дает результат, то есть помогаем прежде всего сильным. я думаю, что каждый из вас проходил такое, что вроде как этот человек сильный, он сам выберется, ему не надо помогать, пойду-ка я лучше помогу слабенькому, ему нужна помощь. На самом деле нужно делать наоборот, если человек слаб, то не нужно тащить этот чемодан на себе, лучше его бросить, а помогать сильному человеку. Поэтому с самого начала если вы хотите такой жизни для вас, как вы видите вебинары по стилю жизни, вот сегодня кстати был вебинар, я целый день отсутствовала, буду смотреть записи, очень люблю вебинары по стилю жизни, если бы не было таких вебинаров, я не знаю, осталась бы я в проекте, меня это очень-очень сильно мотивировало, я увидела вообще, что есть другая жизнь, абсолютно кардинально отличающаяся от той жизни, которой мы привыкли, которой я привыкла, то есть совершенно разные, смотрите, есть такой закон 20 на 80, 20% лучших людей в команде будут давать 80% продуктивности всей вашей команды, соответственно вывод, 80% своего времени уделяем 20% лучшим людям. И конечно же все возможно, когда вы сделали выбор, если вы не определились до конца, что вы хотите, вы сомневаетесь, то ли да, то ли нет, то будет очень трудно вам идти к своей цели, но всегда стоим перед выбором и делаем его только мы. Результат сегодня это наш выбор вчера. Успех рождает новый успех. Вы это поймете, когда закроете звание директора и ваш рост будет просто дальше очень-очень быстрым. Еще есть такое выражение, что путь до директора это как выпускной, то есть вы прошли некую школу и закрыли звание директора, можно сказать, что вы получили диплом. В самом центре трудности находятся новые возможности, то есть старайтесь выйти из зоны комфорта. директора вы хотите достичь чего-то большего, то нужно и начинать делать то, что вы никогда не делали. Если вы будете совершать одни и те же действия, то и результат будет одним и тем же. Если вы хотите новый результат, совершайте новые действия. очень важные определяющие факторы в жизни человека. Это что я имею, что я делаю, кем я являюсь, это особенно важно, мои убеждения, установки, мой прошлый опыт и культура воспитания. Создавайте правильную атмосферу в команде. прежде всего нужно создать в команде ощущение успеха. И тогда успех обязательно будет присутствовать всегда в вашей команде, но никак не наоборот. Многие думают, особенно новички, что нужно добиться успеха и тогда все будет классно. На самом деле наоборот нужно всегда быть таким человеком, как будто вы уже бриллиантовый директор. Если вы хотите быть бриллиантом, то будьте им еще на уровне менеджера. Думайте как бриллиант и действуйте. Успех для лидера это высшая награда для лидера это победа его учеников. То есть когда ваши люди достигают каких-то новых уровней, закрывают какие-то звания, это самое ценное в вашей работе. Это говорит о том, что вы научились обучать людей, а как мы все знаем в нашей работе самые высокие заработки это за обучение. То есть мы научились создавать товароборот, это хорошо, но когда мы научим этому своих людей, то здесь вообще ваш бизнес запустится как огромный снежный клон, его уже будет просто не остановить. Хочется затронуть очень важную тему планирования. Лидер без планирования просто немыслим. Обязательно хочу чтобы каждый партнер находящийся в этом чате прописал себе планы на каталог, то есть сколько личных баллов ему нужно в каталог делать, ну это минимум 150, да, и прописывайте 150 и в конце каталога смотрите сколько вы сделали. но я думаю что здесь вообще 150 это все кто находится в этом чате должны уже уметь 150 организовывать. Если это не так, то конечно же вы обязательно научитесь, если у вас будет такая цель, как я уже говорила, у меня была цель и я легко научилась ее делать. Просто нужно видеть конечный результат, для чего мы это делаем. Баллы бонуса групповые обязательно планируем, то есть ставьте себе план на каталог. Хочу еще отметить, что новички, которые сейчас находятся на уровне 3%, допустим, да, в самом начале нашей карьерной лестницы успеха, не ставьте себе 6%, ставьте себе сразу 9%, потому что это вполне реальный достижимый результат за каталог. То есть ставьте себе планку выше 9, 12, как говорится, цель в силуну, попадете за бор, да. Вот сейчас у нас запущен марафон по кюрекрутам личным, кюрекрут напомню, это человек, прошедший шаг 1 стартовую программу, то есть сделавший заказ на 100 баллов бонуса. Обязательно ставим себе план по кюрекрутам, это нужно делать, уметь делать, потому как впереди у вас обязательно будут квалификации на конференции и без этого просто ну никуда. если вы не научитесь этого делать, вам конференции собственно и не светят, да, поэтому с самых-самых первых ступенечек начинаем учиться делать кюрекруты. Ну а для этого нужно прописывать эти планы просто. Ну не просто прописывать, но еще и делать. И кюрекруты по группе. ну и коль у вас есть план на каталог, без ежедневного плана здесь также не обойтись. так, сейчас минуточку. девчонки, хочется еще напомнить, у нас сейчас в новом чате по-моему парней нет, поэтому обращаюсь ко всеми девчонки. Хочется фокус ваш сместить на наши брендовые продукты, да, продукты, которые дают нам быстрый рост, большее количество вам баллов бонуса, ну и прежде всего это очень крутые продукты. Это линейка Novage по возрастам, которая разграничена от 25 и до 50 и выше. И всеми нами любимая линейка Wellness. Если кто-то еще не знаком с продукцией Wellness, я очень-очень рекомендую. Это наша красота, наше здоровье, наша энергия, наше все, можно сказать. Это вот эти две линейки флагманы компании Reflame, которые просто паровозом тянут все остальное за собой. Можно просто свои 150 баллов делать вот на этих продуктах. И когда вы узнаете эту продукцию лично, вам очень легко будет рекомендовать вашим новичкам. Соответственно, у вас будут новички уже тоже ее пробовать. Соответственно, они будут делать свои 150 баллов, 100 баллов. У вас будут и Q-рекроты, и новые партнеры, и рост команды. То есть все, все, конечно же, будет. Десерт для ума. Такой хочется вам еще подкинуть. Внутренняя работа не должна прекращаться ни на один день. Человек может много еще, может все, и еще столько же. На самом деле так. Последние силы никогда не кончаются. Это старая пословица. Наш успех в ежедневных действиях. Я бы сказала, еще в систематических ежедневных действиях. Это уже аксиома. Одно сегодня стоит двух завтра. План успеха Арифлейм это план превращения вашей мечты в реальность. Хочется, чтобы вы в это поверили. Поверили мы. Поверили Анна Черна. Вообще большое-большое конечно же ей спасибо за то, что она организовала такой вот огромный проект Экстрас Карьера, который уже восьмой год успешно развивается, растет. Просто человек увидел цель, увидел, что можно с помощью интернета раскрутить вот такой огромный бизнес. И она просто не обращала внимания на тех людей. Вы думаете, у нее все было гладко, у нее точно так же большинство людей отказывались, да и сейчас, я думаю, отказываются. На любой стадии вашего развития, будь вы новичком, будь вы топ-лидером, у вас всегда будут отказы, без этого никуда, вы просто должны принять это как данность, и тогда вам легче будет расти. И девчонки, вот уже подходит наш вебинар к концу, в заключение я вам желаю счастья, счастье это не случай, и не что-то желаемое, счастье это то, что вы создаете своими руками. Предоставьте другим право лидерства прожить мало, но не себе, предоставьте другим право тратить себя на никчемные споры, но не себе, предоставьте другим право отдать свое будущее в чужие руки, но не себе. Успех для лидера, успех в жизни не имеет ничего общего с тем, что вы лично получаете или чего добиваетесь для себя, он в том, что вы делаете для других. То есть помним девиз нашей команды, девиз нашего проекта, только помогая заработать другим, ты заработаешь сам. Невозможно здесь заработать, если не заработает ваш партнер. Поэтому прежде всего смотрите вниз, помогайте расти вашим нижестоящим партнерам. все мы рождены, чтобы быть лидерами. Это уже даже не обсуждается и невозможно это оспорить. Если мы родились на этот свет, мы уже лидеры. вот и все, что я хотела вам сказать. Уже слайды пошли по новому кругу. Все, девчонки, на этом вебинар наш закончен. Запись я сделала. Все, всем спасибо за внимание. Пока, пока. .